Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Такой вопрос, а правда ли, что в здоровом теле здоровый дух или что-то одно из двух? У меня вопрос такой, в частности, касательно спорта, единоборств в частности. Я вот наткнулся недавно на видео про Терея Андрея Ткачева, где он объяснял связь, можно ли заниматься спортом, боксом, православным людям, нужно ли отвечать обидчиком, когда ты заступаешься за кого-то, ударить человека по православному ли это вообще или нет? Хотел вас как психотерапевта, тем более православного, спросить про этот момент? Ну, во-первых, конечно, человек существует цельное, у него есть дух, душа и тело, и все должно быть развито, и тело тоже. Для того, чтобы тело было здоровым, оно должно претерпевать нагрузки. Современному человеку можно это делать только благодаря физкультуре, потому что мы все живем в таком режиме сейчас малой подвижности, поэтому мы нуждаемся просто в физической культуре. Когда мы осознанно занимаемся спортом, каким-то спортом, человеком, тогда мы можем рассчитывать на гармоничное развитие личности. Действительно, от состояния тела зависит состояние души и духа человека, и наоборот. Именно дух человеческий понуждает нашу волю, наше чувство к тому, чтобы совершать насилие над самим собой, совершать какие-то физические упражнения для того, чтобы держать в тонусе свое тело и оттуда, снизу подогревать нашу духовность. Вот так человек устроен, это существо цельное. Поэтому православие, оно очень даже положительно относится к тому, чтобы люди занимались физической культурой. Раньше мы об этом не говорили особо, специально, потому что, как сказано было Богом, падшему Адаму, в поте лица будешь добывать хлеб твой насущный, и человеку приходилось трудиться, просто физически трудиться для того, чтобы выжить. Многие века. А вот сейчас, когда мы создали такую цивилизацию, когда для того, чтобы питаться, не надо физически трудиться, надо просто вон сидеть где-нибудь офисным планктоном, играть в компьютерные игры, получать зарплату ни за что, потом идти покупать продукты и кушать их. И все. И мы видим, что люди расслабились в физическом плане и стали вырождаться. Мы стали очень болезненны. И из поколения в поколение мы уже получаем очень слабую молодежь, такую хилую, не способную сопротивляться болезням, а уж тем более какому-то внешнему воздействию. Я служил в армии в свое время, правда, я служил уже офицером, я был военно-врачом. И я застал конец Советского Союза, последний буквально год его. Уже тогда было видно, какая слабая у нас молодежь. Слабая физически. Тогда в одной воинской части оказались азербайджанцы, чеченцы, ингуши, русские, украинцы, калмыки. И мы тогда уже увидели, что те народы, где сохранилось вот такое, ну что ли, отношение к воспитанию мальчиков, мальчиков, где мальчики воспитываются воинами, они господствовали в воинской части. Когда три чеченца или три азербайджанца могли построить роту русских и украинцев и заставить их мыть пол, или туалет, или отжиматься. И они это делали в собственное удовольствие. Потому что они были крепкими ребятами такими, крепко сбитыми, а наши все доходяги. И у них ни тело, ни духа. Ладно они слабые, так они еще духом совершенно сгнившие. И они вот такие испугавшиеся, податливые. Послушно выполняли все эти команды. Боялись. Вот это никуда не годится. Для нашей культуры это совершенно неприемлемо. Наша русская культура, она именно православием и воспитана как культура воинствующей церкви. Православная церковь это церковь воинствующая. Ей есть с кем и за что воевать. Мы воины Христовы. В таинстве крещения человек становится воином. Он так и называется, воин Христов. И конечно для того, чтобы ему воевать с тем, кому он объявил войну в таинстве крещения, с дьяволом, ему нужно облекаться во всеоружие. В первую очередь, конечно, во Христа. И вести духовную брань. То есть бороться с самим собой. Со своими страстями, со своими пороками. А для этого человеку нужен тонус духовный. Который должен подогреваться в том числе и состоянием человеческого тела. Физическими упражнениями. Нам, нашим духом, нужно понуждать наше тело к совершению какой-то работы систематической. И тогда нам будет гораздо легче бороться с собственными страстями. И поэтому в православии, в православной культуре, когда мы всегда находились в окружении врагов, с которыми наши мужчины всегда боролись, всегда воевали. Россия всегда воевала. У нас практически не было мирного времени. Мы создавали очень сильный психотип человека. Мужчины, в первую очередь. Мужчины-война. И русский воин, это воин всегда храбрый и, как правило, непобедимый. Его невозможно было испугать. Именно потому, что у него был такой дух, воспитанный православием. Ему было что защищать. У него было что-то, что было дороже ему его собственной шкуры, его земной жизни. И он готов был за это отдавать свою жизнь. Вот это состояние духа. Но он не просто шел, как баран на заклане, а он шел защищать свою страну, свою родину, свои семьи, своих женщин, детей, стариков, свою церковь. Он готов был умереть. Он не боялся смерти. Для христианина смерти нет. Для русского мальчика всегда во все времена заветным желанием было умереть на поле боя. Не дожить до пенсии и оставить завещание, и умереть в собственной постели, а умереть молодым на поле боя. И именно поэтому мы и создали такую цивилизацию, которую до сих пор еще уважают. Мы умели противостоять исламскому духу воинственному, который воспитан именно исламом, как достаточно такой воинственной религией, хоть ее и называют религией мира. Но мы знаем, что в нашей истории мы с исламом выясняли отношения очень часто именно на поле боя. И именно поэтому исламский мир уважает до сих пор только православие, только православную культуру, которая тоже достаточно воинственна. И она сильнее. У нас 8, а некоторые говорят 12 победоносных русско-турецких воин. А Турция всегда имела одну из самых сильных армий в мире. Да и наша история, история русского народа, она началась на Куликовом поле. Когда разрозненные, слабые русские, вернее, славянские племена соединились в одну нацию, в один народ. И вот именно благодаря одному духу, духу святому, церковь нас сделала русским народом. И мы родились как народ на Куликовом поле в 1380 году. И мы там тоже выясняли отношения с исламом. Мы защищали свои святыни. И благодаря этому мы создали величайшую в мире русскую православную цивилизацию, которая посуществовала на круг тысячу лет. Так вот, поэтому православие не стесняется того, что мальчики должны воспитываться как воины, которым есть что защищать. Русский православный юноша, мужчина, должен уметь бить врага, кто бы он ни был. В каком бы обличии он перед ним не предстал. Хулиган на улице, который пристает к слабым. Бандит, террорист. Или это армия врагов, которая вторглась на нашу территорию. Или это сейчас вот эта ментальная война, которая ведется против России, против всего мира. С помощью средств массовой информации. У нас должны быть такие войны, с таким воинствующим духом, вооруженные знаниями цифровых технологий, чтобы этому всему противостоять. И когда-то мы должны готовы быть всегда взяться за оружие, чтобы защищать то, что для нас дороже нашей собственной жизни. Так получилось, что в нашем центре преодоления зависимости подвижник почти всегда бывают те, кто раньше занимался спортом, в том числе и единоборствами. И они, находясь здесь на реабилитации, обретают то, чего им не хватало раньше. Без чего они оказались жертвами различных зависимостей, которые сейчас наживает наша молодежь. И вот здесь у нас они усваивают такой образ жизни, при котором они воспряли духом. И это стало серьезным, мощным таким дополнением к той физической форме, которая у них была раньше. Да, они и форму-то физическую восстановили свою здесь у нас. И они помогают нашим воспитанникам, другим, тоже этому всему учиться. У нас хороший спортзал есть для этого. И вот они, пройдя у нас реабилитацию, захотели остаться здесь, в городе Полевской, для того, чтобы создать клуб единоборств с таким же названием «Подвижник». Для парней, которые живут в этом городе, в городе Полевской. Помещение есть, нет спортивного инвентаря, можно сказать, начинки нет. И поэтому мы сейчас обращаемся ко всем, кто нас смотрит, за помощью в приобретении этого спортивного инвентаря. Тем более, что наши ребята, кто это все организует, они многое будут делать на благотворительных началах. Дети из малоимущих семей будут заниматься там бесплатно совершенно. И это будет очень хорошим дополнительным направлением нашей просветительской деятельности. И будет способствовать воспитанию здорового духом и телом подрастающего поколения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова